19-20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. И тогда вооружённые силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной южной частью Карабаха. В целом, мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в Шуша, в город Шуша. Неожиданно для меня позиция наших рамянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне сейчас не очень понятно, в чём эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над этой частью территории Карабаха, включая Шушу и имея в виду наличие наших миротворцев, о чём мы уже тогда договаривались и с Арменией, и с Азербайджаном. И мне премьер тогда сказал, нет, мы не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать. Поэтому обвинение в его адрес о каком-то предательстве не имеет под собой никаких оснований. Другое дело, правильно это было, неправильно это другой вопрос. Но здесь и речи быть не может ни о каком предательстве.